Привет всем, с вами Резмитрий Ророшенко. Сегодня поговорим о расторжении договора, связанном с реализацией туристического продукта, который мы заключили с исполнителем, то фирмом, то оператором, то агентом на реализацию данных услуг. И в связи с тем, что есть угроза безопасности жизни и здоровья потребителей, их турецких услуг, которые выезжают из Китайской Народной Республики в связи с коронавирусом, его распространением, ну и, соответственно, угроза жизни и здоровья. Ростуризм выпустил соответствующее сообщение, проинформировал туристов, граждан, которые собираются временно пребывать в качестве туристов с целью того, что существует определенная угроза безопасности жизнью и здоровью таких граждан. И на основании вот этого сообщения Ростуризма каждый заказчик, то есть турист по договору, имеет право обратиться к своему исполнителю, турагенту, туроператору с целью расторжения договора и вот этого реализации туристического продукта и возврата туриста, уплаченные им по договору суммы. Несмотря на то, что это до начала путешествия было такое обращение направлено исполнительное, либо уже во время путешествия, то есть вы уже приехали, понимаете, что находится там проблематично, есть угроза жизни и здоровью, ну и так далее. Соответственно, вы пишете такое же сообщение, оформляете в писанной форме и на основании вот сообщения информации от Ростуризма, предупреждающей об угрозе жизни и здоровью, вы имеете право расторгнуть договор. Практика судебная подтверждает, что данное сообщение является основанием для расторжения договора о реализации вот этого туристического продукта, практика она свежая, причем она с 2019 года, то есть утвержденном Президиумом Верховного Суда 25 декабря 2019 года, и поэтому ей тоже можно пользоваться. Напомню, что отношение между туристом и исполнителем, туроператором, турагентом основывается на законе защите прав потребителей, а также об основах туристской деятельности в Российской Федерации и на основании этих двух законов, соответственно, также можно оперировать и вести переговоры с исполнителем по, связанным с возвратом, уплаченным вам денежными суммами по договору. Поэтому, так как вы являетесь потребителем, то, значит, сумма в пределах 100 тысяч подсудность это мировому суде, соответственно, исковые требования, а свыше 100 тысяч по договору это уже район или городской суд. Госпошлину платить не нужно, потому что вы будете спорить в рамках закон о защите прав потребителей. Также рекомендую обязательно обращаться в письменном виде, то есть вести переписку, претензионное письмо о расторжении договора и возврате денежных сумм в связи с угрозой жизни, безопасности и здоровью потребителя из этих туристских услуг. В случае, если такая претензия остается без рассмотрения, вести переговоры невозможно или их невозможно урегулировать с целью, например, изменения страны пребывания туриста, то в данном случае можно обратиться уже в судебном порядке и по закону о защите прав потребителей не только компенсацию по договору требовать, но уже и неустойку, компенсацию юра с лукой, в том числе и штраф за недостижение положительных переговоров в досудебном порядке. Скажу сразу, что такая практика имелась и ранее, например, когда был вирус в Коксаке в Турции, тоже достаточно много было споров, лично даже у меня связаны с турагентами, туроператорами, связаны по вопросу расторжения данных договоров на реализацию туристических продуктов и, в принципе, все заканчивается успешно, потому что эти отношения регулируются по закону о защите прав потребителей. Поэтому обязательно обращайтесь в турфирму, турагенту, туроператору в случае, если вы понимаете, что вы не хотите ехать в Китайскую Новую Республику и если вы даже приехали и чувствуете себя не в безопасности, определенный дискомфорт в отдыхе, то также я рекомендую обращаться к турагенту, туроператору с целью расторжения договора и компенсации вот этой пропорциональной суммы, которой вы еще не воспользовались и та часть суммы, которая вам была не оказана и не реализована в рамках договора. Спасибо, что посмотрели данное видео, подписывайтесь на канал, все контакты есть в описании. Всего доброго вам, успехов!